Доброго времени суток, зрители. Мы врываемся на матч. Лондон и Esports против Fierce. Esports. Два британских коллектива. Сегодня будут у нас сражаться. Мы посмотрим, кто окажется сильнее. Лондон или Fierce. Карта до оверпасс. Если я не ошибаюсь, карта такие Fierce. Это их пик, Линк. Проходит выше точку Б. Крей будет играть с балкона. Пока что не находят ни одного минуса у нас команды из Лондона. Ну и посмотрим, как у нас будет действовать. Ордила чекает у нас балкон. Выходит аккуратно на чек. Тут Линк на бусте. Его под бусте у Тима пока что никого не видит. Ну есть диффуз киты у края. Есть смоук. Есть дикой. Ну и вот пошел выход. Ордила дает минус. Поэтому Frizek с балкона минусует одного. Почти убил третьего. Ситуация 4 в 2. Ситуация 4 в 1. Ну и последний у нас остается. Экис, который был уже один минус. Может оформить второй. Оформляет второй минус. И хватит времени или нет. Неужели не хватает? У Фрейза же были киты. Могут пытаться. Но тем не менее Ферз забирает себе первый раунд. Не повезло чуть-чуть у нас с Лондоном. С таймингами. Там очень хорошо зарешал у нас Фрей. Нет, Экис. Экис у нас был последним. Который бил второго диффузующего игрока. Тем самым потащил раунд для своей команды. Форсбай от Лондон и Спортс. Пистолеты плюс муха. Адам откинул хаешку. Покоцала на Ордилу. Ну и посмотрим. С таким форсом Лондон и Спортс могут вполне себе на самом деле выиграть. Тем более, если судить по последнему матчу Лондон и Спортс, который был против Копенгаген Флеймс. Это было то ли вчера, то ли позавчера. Лондон и Спортс. Карту Оверпасс исполнять умеют. Вторая карта будет у нас Дедаст. Это уже будет пик. Фирси Спортс. Сегодня они уже успели обыграть... О, Господи, с кем это они играли? Я же комментировал эту игру. Спротив французского коллектива. Я забыл, как он называется. Не бейте, пожалуйста. В общем-то, Фирс выиграли. Это 16-13, если я не ошибаюсь. Это был, кстати, пик оппонентов. А вот теперь Фирсы. Вернее, Лондон и Спортс решили, что даст два. Одна из их сильнейших карт. И в это время уже погиб Адам у нас в туалетах. И будет это выход на точку А. Астро уже пошел на тракт. Дает минус по Фрейзаху. Фрейзах управляет его красным. Ну и ситуация 3-4. И два дегла, одна ЦЗшка. Есть каленый Астро. Крэй в спине. Мог не убить, между прочим, он у нас тут Астро. Но все-таки ставит ему хэдшот. Линк дает минус по Стэйни. Ситуация 2-2. Поднимает он АКМ. Двое игроков будут играть в центре из туалетов. Бомба стоит как раз-таки туда. Откидывается Смоук. Кинг Мазил. Дает Фейк Дефуз. Видит одного игрока. С туалетов сейчас будет выходить второй. Нет. Пока что не выходит. Линк дает минус по Фрейю. Но в это время Фрейду от минус по Кинг Мазилу. Ну и будет-будет настреливать. Экис. Настреливает. И неужели... Неужели выйдет-выйдет у Линка это сделать? Черт побери. Это 1-1 Лондон Еспортс. У Линка получается на последних секундах раздефьюзить бомбу. И они берут этот форс. Счет 1-1. Красиво. Это было однозначно красиво. И сразу же ставится пауза. Ответочка залетела у нас от Лондона. Должны были они брать пистолеты. Им чуть-чуть. Чуть-чуть не повезло. Пистолеты они взять не смогли. Ну и стоит у нас пауза. Обговаривают что-то парни, видимо, из Фирс и Спортс. Решают они тоже ответить форсбайм. Хотя это даже форсбайм назвать нельзя. Тут 2 калаша. Галил, Муха и Диггл. Скорее всего это даже практически полноценный бай. На п-9 калаши 3. М4 Лондон Еспортс. Ну и посмотрим как Лондоны отыграют карту Оверпасс. Лично ставил бы я на этот матч, я бы поставил 2-0 Лондон. Они умеют отыгрывать обе этих карты. И до третьей карты, которая будет, кстати, Денюк. Если я ничего не путаю. Да, все верно. Третья карта будет Денюк. До нее может не дойти. Потому что Лондоны сейчас в очень хорошей форме. За последние пару матчей они проиграли только команде X-Fractors. И то могли ее обыграть. Как могли, но немножко у них не летело, скажем, на Дасте в финальном. Стейн не дает уже минус баф Рейзеху. У меня, по-моему, опять сломалась камера. Придется все переключать вручную. Адам проходит смок, минусует кролей. Тут же Стейн его разменивает. Кинг Мизил. Пока что ситуация 3 в 4. Но для защиты это вполне себе тащимо. Полетел выбиванием. Хотел сказать, полетел Молотов у нас в банк. Но сказал, полетел выбиванием. Будет у нас выбивание от Лондон Е-Sports. Есть диффузский тыл Кинг Мизила. Поэтому времени пока что еще предостаточно. Кинг Мизил открывается на Лонг и не перестреливает Астро. В это время Астро играет с Мухой. Ему будет попроще. На дальних дистанциях. На траке есть игрок, про которого, видимо, не знают пока что игроки. Но теперь уже пошла инфа. Кинг Мизил убивает смок своего оппонента. Вернее, флешен имбирает своего оппонента. Но тут Эки ставит 2 финальных минуса. Фирси Спорт. Берут второй раунд. Наваливали мы. Изи. Адам. Играет. Плейграунд, да? Может найти, кстати, он один минус здесь. Выходит Адам. Смух вывод в состоянии. Но тут. Ордила дает минус по Адаму. 4 в 4. Крей дает минус по Экису. В это время Фрейзек дает минус по Фрею. Но это уже ситуация 4 в 2. А в Лондон Еспорт неужели возьмут второй Форс? Подобрали они два трофейных АК-47. И будет это выход на точку А. Полетел молотов в банк. Кинг Мазил будет играть именно с этого банка. Бомба будет установлена опять под туалеты. Ордила будет играть из-за трака. Астро будет играть с ним. Надо одному игроку выходить через банк. Фрейзек перетерывает Астро. Ордила ставит хэдшот одному. Ставит хэдшот второму. Ситуация... Ну, ситуация как-то 2 в 1. Но тут... Переиграли вдвоем у нас игроки Лондон. И Лондон берут второй Форсбай. Как-то так. Что ж, все равно есть деньги у обоих команд. В Фирсе и Спорт снова будут закупаться. Бомба стояла. Есть АКМ. Есть фулл раскид. Практически у всех. Практически подразумевает только у двоих. У Ордила и Астро вообще нету гранат. Мы далее. Тут Адам с хэшкой откидывает. Покоцал Стэнли. Стэнли. Ну и пока что ждут у нас Фирс. Играют у нас в коннекторе. Они втроем. Двое играют в туннелях. Тут Астра. Нашел у нас Адама. Не перестрелял его. Не убил. Просто разошлись. Кинг Мазил у нас на лонге. Фрейзек будет действовать у нас с туалетов. Будет если что помогать ему. Будут принимать они лонг вдвоем. Фрейзек дает уже один мисс по Астра. Стэнли минус Кинг Мазил. Стэнли еще минус по Фрейзеку. Но это ситуация 4 в 2. И почему-то пока что. Лондоны сливают все свои паи. И Ордила 2 хп убивает Линка. Крэй дает минус по Экису. И Фрей ставит точку в этом раунде. Третий раунд для Фирси Спортс. Очередной форс от команды Лондон. 4 дигла, 1 мп9. Ну и вот интересно. У нас еще ни одного экономического раунда не было за 6 раундов. Вот как интересно получается. В это время на плейграунде у нас уже 3 игрока атаки. 2 игрока защиты будут играть в туалетах. 3 игроков на Б. Но выход, судя по всему, готовится на точку А. Через лонг. Там первый номер. Это Адам. Сможет ли он хотя бы дать 1-2 минуса? Проходят они. Адам не выпикивает. Адам дает 1 минус. Байтит всегда Фрейзек. Но никого не убивает. Ситуация 4 в 4. А Астрова дает минус по Фрейзеку. Пал им по 9. Остается 3 дигла. Крэй в спине. Но Астрова ждет. Слышал лопат. Без проблем Астры здесь прорезает со своим оппонентом. Ну и все-таки. Ферз наконец-то не отдадут. Форсбай. Кинг Мезил. Кинг Мезил. У нас был в Пленте. Дал минус по Стэнли. Экис его добивается. 4 раунд для Ферз и Спортс. И нет денег у Лондон и Спортс. Это скорее всего 5 раунд. Хотя на прошлом матче, где играли Лондон и Спортс, брали даже вот такие вот фул пистолеты с юспиками. Брали такие раунды. Так что Лондон и Спортс могут. Кинг Мезил дает минус по Стэнли. Ну и тут разваливают у нас команду Лондон. 5 раунд для Ферз и Спортс. Ну показывают они, что это их пик. Они готовы здесь исполнять. Ну и поехал у нас 8 раунд. Есть бай. Наконец-то полноценный. Анифорс от Лондон и Спортс. 4 АМК, 1 АУК. Ну а Ферз. Слонга уже подпушил. Вообще все очень близко играют игроки. Защит. И второй подпушил Лондон. Первый из пятой мы даем вообще тут. О, Линк зашел в коннектор. Дал минус по Стэнли. Остается красным. Ну а выход будет производиться на точку Б. Тут Крей дал один минус. Можно помнить второй минус. Да, пережимает Крея, будучи сплошенным. Остается 4 ХП. Решает откинуть сморт. Но тут Ордила пикает на Крея. Ситуация 4 в 2. Выходят они на плент Б. В спину им дышит Кинг Мазил. Ну и Ферз и Спорт растащат эту ситуацию. Или отдадут третий раунд команде Лондон. Увидел Фрейзах своего оппонента. Дал по голове ему Ордила 6 ХП. Фрейзах дает минус по Ордиле. Ну там уже должны Астра добивать этот. Третий раунд для Лондон и Спортс. Есть деньги у нас по-прежнему в Ферз и Спортс. 4 Калаша плюс Нарчевская винтовка. Фрейзах дает минус по Стэнли. Нужно отойти. Так он и делает. Второй номер подпушил. Астра нашел Адама. Кинг Мазил минус Ордила. Ну и ситуация 3-4. Для команды Ферз и Спортс. Смогут ли они развернуть эту ситуацию в свою пользу. Астра на Лонг выходе. Там уже никого нет. А то Экис будет действовать через коннектор. Ну и медленно, наверное, подвигается у нас Ферз и Спортс на точку А. Ну а там вот правда есть один буст. Который может как и похоронить Лондон и Спортс. А то подарите на самом деле победу. Ну вот Экис умирает. Вернее Экис убивает Кинг Мзилла. Линк дает минус. Тьфу, господи. Фрейд дает минус по Линк. Это ситуация 3-2. Смогли Ферз и Спортс перевернуть это в свою пользу. Ну и шестой раунд судя по всему отходит у нас в актив команды Ферз и Спортс. Неужели Лондоны опять проиграют? Второй матч за день. Вернее, как и со своей. Вторую встречу второй день подряд. Вчера они выиграли первую встречу у Копенгаген Флеймс. Потом играли против Экс Фракстерс. Где проиграли такие датчанам. А теперь они выиграли у команды Атмос из Франции. Пока что кажутся слабее команды Ферз и Спортс. Посмотрим как она будет дальше. Крайдает минус парделя. Крайдает минус парделя. Где я готовлю к ВИП? ВИП дает мне мой босс. Да, я не знаю, он получил это Я очень извиняюсь Пошел у нас выход на точку от Versysports Вчетвером они Смогут ли опять же перевернуть этот раунд Из 4-5 какой-нибудь 4-2 Или 4-3 Хорошая КАЕшка полетела Престуется красным Все-таки не перестрелил этого Кегбазил все-таки нашел Стэнли Линк дает минус по Экису Ну и ситуация 4-2 Конечно перевернули Но не в свою пользу у нас команда Versysports И у нас Престуется последний Адам успешно добирает последних двух оппонентов Это четвертый раунд для Лондона Esports Субтитры делал DimaTorzok И нам нужно было сделать это Попробуем Субтитры делал DimaTorzok Убираю Субтитры делал DimaTorzok Отжимается у нас пауза Начало у нас 11 раунда London Esports, Fierce, Esports Два британских коллектива У нас в чате сидят сейчас как раз таки англичане Просит у меня айпишник, но Вроде как в моих юриспруденциях пока что Нельзя его разглашать Я, кстати, не знаю, надо будет спросить по этому поводу В фрейзах, постаревает Стэнли Остается у нас красным Стэнли Немного просел Астра на 16 хп Здравствуйте, мистер русский кастер Канна и Камбе И кастер английский кастер Я не знаю Я не знаю Может, я не знаю Астра находит нас кинг Мазилла Я стримаю не из России, я стримаю из Украины Hello Адам Минус по Стэнли Ситуация 4-4 Фрейзах Минус Фрей Ардила дает минус по Фрейзаху Адам Дает минус по Ардиле Ситуация 3-2 В пользу Лондон Esports Астро С Макея Нужно быть аккуратным Решает туда не пушить Это правильно Адам играет с Макея Экис не знает об этом Экис видит Адама Дает минус Откидывается молотов Ну и посмотрим, что у нас да как Бомбы будут установлены На последних таймингах Но ты все равно говоришь Крошу, да Так Это не так Может, это правда Ферс и Спортс В это время, пока я общаюсь С англоязычной аудиторией Выиграли седьмой раунд В это время у Лондона И Спортс Небольшие проблемы с экономикой Могут они, конечно, закупиться Купили они пистолеты ЦЗшки Дигл Два юспика Ну и посмотрим, как будут они исполнять С этими девайсами Комментатор Красавчик Передай привет Вещи Вещи Это имя Ладно Передаю привет Вещи Минус нули у нас уже Адама Пока я читал чат Можете, кстати, позадавать свои вопросы Пока у нас тут Экономически От Лондона и Спортс И происходит ничего интересного Т9 Ну, бывает Напиши-ка Моя должен Передать привет Миш Не сложно Тем более, все равно Пока нечего делать Лондон и сливают аут Поэтому Я же говорю Можно что-то и Обсуждать В чате Ну, все Еще 4 в 4 Бомба будет основана На точке B В это время Костяк защиты Как раз-таки На точке А Стягиваются они под B Почему так тихо? Черт, я не виноват Почему ты так грустно комментируешь? Хочу спать Завтра рано вставать Где-то к 6 То есть У меня есть еще 7 часов для сна А тут только первая карта Я не грустно комментирую Я просто комментирую Спокойно Передаю привет Семену Месику Надеюсь Правильно прочитал Передай привет Ревостишу Привет, Ревостишу Леве и Жеке Передаю привет Еще и Леве и Жеке Да Как-то так 8-4 Фирси Спортс Я Да, это было экономически Теперь у Лондона и Спортс Есть деньги Теперь чатик я уже не смогу Так активно читать Есть написка винтовка 1 МП-9 Ну и посмотрим Лондон и Спортс Что смогут нам Продемонстрировать На карте Оверпасс За защиту Лондон Дает минус По астро Ситуация уже 4-4 Сможет найти Нет Чуть-чуть прострелил Края на 9 хп Но На этом все Ну и ждут пока Фирси Спортс Чего-то ждут Начекает какой-нибудь Опен фраг В это время у нас В спине Адам Ну и как мы идем Готовится у нас Выход Пошел Раскит Как это будет играть Шарта Тут у него выбегает О, и в спине А как удачно зашел Адам Это просто похороны Для команды Фирси Спортс Пятый раунд Лондон и Спортс Оформляют себе Ой Черт Знаете что я забыл Я кое-что забыл сделать Меня за это могут уволить Между прочим Фирси from French Нет Фирси from England Все Команда Кастерс Теперь работает Нормально Но на и Спортс Дали минус по Стэнли Спина уже дышит Адам Адам все-таки Перестает Ардилу Остается красным Ну и Фирси Спортс Адам Это шестой Судя по всему Да Это у них экономический Ну и да Собственно так это и происходит Рекламу забыл 100% Нет-нет Команда Кастерс С рекламой у меня Все нормально Кстати по поводу рекламы Я конечно не забыл Но Там Фрагстор Вместе с ЮЦЦ Разыгрывают прикольные вещички Так что Терзайте Почему бы и нет Интересный у нас Форс Бай от Фирси Спортс ЦЗшки МАГ-10 Последний раунд Решили Пожертвовать Скажем Девайсами Фору хорошего Раскида И пошел жесткий Раскид на точку Бэк Крей горит Крей откидывает Флешку Горит везде Молот И все в огне Крей слепой Крей увидел Стэнли дает Минус по Крейю Ситуация 4-4 Фрейзах У минусует Астра Трое у нас Будут играть С болота Экис Почти убил У нас Адама Ну и 4 в 3 Фирси Спортс 8-7 Или 9-6 Линка Покоцали На 44 Здоровье Блин Дает минус Торо Фрей Дал 2 минуса Но тут Кинг Мазил Получается Дает 1 минус Дает Не дает 3 минус Тут Фрей 1 в 1 Против Кинг Мазила Кто же кого И Фрей Забирает 9-й раунд Для своей команды Это 9-6 Теперь Фирси Спортс Буду защищаться Сколько ты получаешь За 1 матч Эта информация Скрывается Максимально Да Какая карта Первая карта Верпас Следующая будет Дедас 2 Ну а третья Если понадобится Будет карта Нюк Так вот Вроде не в моей Юриспреденции Рассказывать Сколько я Получаю за матч Но Если ты тоже Хочешь стать комментатором Пролистать чуть вниз Там есть Такая кнопочка Home Academy Комментатором Сюда Можешь попробовать Себе тоже В роли комментатора И стать моим Коллегой Ну и судя по всему Будет С секунды на секунду Уже стартовать Вторая половина Да Так и происходит Начинается у нас Вторая половина Фирси Спорт против Лондон Е Спортс Напоминаю Теперь на английском Первый мап The Overpass Второй мап The Dust2 And Мап Десайдер The Nuk Overpass Пик Фирси Спортс Dust2 Пик Лондон Е Спортс And Мап Десайдер Yeah It's Map Nuk Заеду Работает кайф Между прочим Все верно Он где-то получает 50к Не Не Если бы я получал 50к Это вы загнули Парни Это вы загибаете Уже Вот зайду Более Правдоподобно Твои мысли Кто выиграет Первую карту Мне кажется Все-таки Фирси Спортс Их пик Пока что Они ведут И Ну у Лондонов Есть какая-то Такая проблема Они уже Вот Ордила Дает минус Падам Они уже Не свежие Фирси Спортс Они такие Знаете Свежие Сейчас Отдохнувшие Вот видите Это Сказывается По пистолеткам А вот Лондон Уже Сыграли Один матч Не самый Простой Матч Хоть выиграли 2-0 Но не самый Простой Матч Ну и видите Тут Ордила Просто Разваливает Кабинеты Вот как-то Так Надо Хороший Микрофон Свободное Время Чтобы Комментировать Свободное Время Точно Надо Ну хороший Микрофон Ну достаточно Какого-то Неплохого Микрофона Как у меня У меня Далеко Не студийный Конечно Чтобы Тебе было Хорошо слышно Это в первую очередь А меня слышно Еще не максимально Хорошо Просто Если я выкручу Его на максимум Микрофон Будет улавливать Все звуки Которые Происходят У меня В районе 2-х километров Он максимально Чувствительный Но самое главное Это на самом деле Свободное Время Can you speak London? Yeah Sure 49 Ладно Ну это конечно Ближе к правде Но все равно Очень далеко А если ты хрипеть Начнешь заболеть Ну если можешь Комментировать Конечно Стоит попытаться А если Ну ты максимально Храпишь Самое главное Это то Чтобы ты сам Мог смотреть Свои стримы Вот что главное Если ты заходишь На реплей Своего стрима И ты не можешь Это смотреть Значит что-то не так Надо что-то менять А если Вот ты смотришь Ты видишь свои ошибки Над ними надо работать Если ты понимаешь Что эти ошибки Нельзя исправить Вот прямо сейчас Да Или в ближайшую неделю Ты должен Пытаться комментировать На том же уровне На котором ты комментируешь В данный момент И уже потом Исправлять эти ошибки Ну а самое главное Это конечно Иметь хороший компьютер И микрофон Интернет и время В этом случае Ты смотришь Русский Это Русский Стрим Я русский Кастер и я говорю в русском почему нет начать учить русский язык сколько тебе лет это максимально засекречена информация максимально просто там вообще угорали да не за что кстати они победили или нет я просто щас не могу чек они победили ну молодцы могли вообще 20 закрывать нас здесь артила отличный выход но были готовы не были к этому конечно готова лондона хорошая реакция тут с коннектора играет эки сдает минус по краю полетел туда молотов ситуация 4 в 3 и фирси спорт покажет показывать что действительно на верпассе они посильнее я совсем забыл что там это я комментирую игру еле еле да мне казалось что просто там посильнее будут ладно я свой откосил давай пока спокойной ночи тема рано вставать то может быть в шарагу учиться не знаю может быть в шараге в это время фисе спортс выходят на плент ну и ситуация для лондонов конечно ой какой план я уже поплавился все лондон и выходят на плент с лонга приходит экис должен собирать двоих это длина страна для фирси спортс без особых проблем реально камбэк конечно хотя лондон и спортс это не та команда которая любит камбэчить они любят набирать раунды большое количество но вот сейчас что-то у них не пошло но почему бы и нет хотя нет камбэк конечно реален но он будет очень сложный учитывая что лондон и спортс сейчас играет за атаку кт все-таки чуть-чуть сильнее на оверпасе я бы не сказал что намного но сильнее лондоны могут закомбэчить но по-моему они надеются как раз таки на даст 2 ну что пока что абсолютно без идейная от них игра форсбай у нас от команды лондон и спортс цзшки диглы и глок с армуром у крея интересно играет потому что на плейграунде и в коннекторе очень странно что на стриме подобные игры с чат с кастером так сильно коммуницирует коммуницирует фул обычно из заставочки да много кто приходит из заставочек это нормально но главное там быть аккуратными с этим всем потому что есть такое понятие как ставочная зависимость азартная зависимость и она очень сложно лечится если вообще лечится в это время лондоны пытаются вылечить свое положение и заходят на плейн ситуация 4-3 фирс могут выбивать но и снайперская винтовка у фрейзаха уже нет снайперской винтовки у фрейзаха экис его убивает ну и стэнли мог словить ужасный тайминг но дает минус по крею двое игроков будет действовать с туалетов откидывается смог на бомбу стэнли и к из клумбы тут линк откидывает хаешку хорошая сейчас будет хаешка спрейт он ой ой попадает он все-таки по голове стэнли и надо делать что-то с этими игроками они не дадут им нормально раздефузить фрей будет пытаться сэйвить своего тиммейта пройдует один минус линк нет не нашлет это 13 раунд для фига спорта тут все ради ставок ну как бы это нормально фриц наконец-то наконец-то чат уже начал напоминать снг-шный чат а то был похож на европейский стрим три ауга 2м ки у нас эфирсе спортс посмотрим лондон неужели отпустят фирсов и так фирсы и закончат 16-6 первую карту дай оверпасс фрейзак дает минус фрей разменивает своего тиммейта тут край бьет минус по фрею не получилось у него до жать второго спину дышит экис фрейзак хотел спину чекать спину но немного не повезло ему с таймингами из монстра будет выходить первый номер это ой то есть четвертый номер это экис знают о нем игроки дает минус 1 дает минус 2 и сейчас просто наверно в страну своей команды так и происходит четырнадцать шесть фирсе спортс затаскивают это кому даешь свое предпочтение винстрайком и авангардом если здесь то в принципе наверное все таки команде лондон потому что я уже комментирую их пятую встречу к ряду где-то так пятую или четвертую я освещаю все матчи команды лондон вот так вот у меня как-то получается везет мне с ними все началось с эндпоинт по моему неделю назад потом копенгаген флеймс потом атмос и вот сейчас против фирс и спортс точно да 4 матча к ряду я комментирую команды лондон чей пик и какая вторая карта так оверпас пик команды как раз таки фирс а вторая карта будет даст 2 выбор команды лондон 4 в 4 лондоны выходят на бэклайнд тут уже все стянулись линк чекает балкон никого пока что там не начекал фрейзах может дать минус по своему оппоненту не получается фрей на маску лох и сейчас может у него все сложиться так и происходит неужели лондоны смогут оформить себе седьмой раунд атаки сдает минус по фрейзаху ордила ой какой дает хороший флик-шот по краю это ситуация 2-2 экис дает минус по линку есть инфа по последнему ордила настреливает по шорту бомба тикает есть диффуза в обоих игроков защиты и 15 или нет 15 или нет диффузица бомба тикает красным остается килинг зилу просто простреливать чуть-чуть ну и остается 2 и 6 хп 8 хп на двоих бомба должна быть раздефюж на пятнадцатый раунд фирси спортс скорее всего будут нажимать первую карту красавчик хорошо комментируешь плюс рэп спасибо спасибо очень приятно очень приятно лондон спорт последний шанс хоть как-то цепляться за карту оверпасс или же все таки сливают у нас лондон и переходят на даст 2 фрэй дает один минус фрэй дает второй минус но если сейчас то чекает еще третьего это точно конец дает минус покинем и зилу и есть у меня предположение о том что это когда 16-6 адам адам дает минус по одному но тут должен быть для него конец это 16-6 для фирси спортс первая карта за коллективом из британии как-то так вот не буду долго утомлять каким-то дает минус по одному